У тебя фартук есть? Дома есть, тут нет. В студии он у тебя тоже с сегодняшнего дня появится. Мы сдерживаем свое обещание. Мы говорили, что будет у нас шеф-повар завтраки готовить. Вот он, наконец-то, пришел к нам наш новый соведущий Дима Бараник. Дима, доброе утро! Доброе утро, Дима! Ой, как я рад! Доброе утро, ребята. Это значит, что теперь мы не будем голодными выходить в эфир. Присаживайтесь, друзья мои. Знаешь, так, для затравочки надо, да? Вот чувствуешь запах базилика пошел, вот оттуда, откуда-то, да? Оттуда? Я подумал, это вот из бороды один. Да, секретный ингредиент, как любят шефы все время. Секретный ингредиент. Как мы рады тебя видеть, на самом деле. Мы очень долго запрягали, скажу тебе честно, и интриговали наших зрителей о том, что у нас будут сюрпризы. Вот первый сюрприз – это ты. У меня сразу первый вопрос, глядя на тебя, тебе удобно работать с такой бородой? Шикарно. Ничего, не надо отдельная там для нее шапочка, я не знаю. Знаешь, как в... Не буду называть... Шапочка для бороды? Нет, не буду называть рекламу заведения, когда вот надо обязательно, чтобы прятали волосы. Такого нет? Нет, шапочки-то обязательно надо на голову, но на бороду я не видел. Еще не берем. Ну, можно, конечно, можно, кстати, у вас поэкспериментировать. Вот, мы это тоже сделаем. Ну что, не тратим времени даром, я так понимаю? Да. Готовим? Не я буду готовить, вы будете готовить. Мы будем готовить! Я буду контролировать. Двое из ларца одинаковых с лица. Дима, что готовить сегодня мы будем? Я думаю, возьмем просто классический омлет. Ну, как классический? Классический французский омлет болтуния с сыром, с вяленым помидорами и с базиликом. Ну, и свеженький салатик. Это невозможно больше воспринимать на слух, надо срочно готовить. Я думал, ты скажешь, это невозможно испортить. Я могу испортить все. Я так себе повар. Надеюсь, ты мне поможешь. С удовольствием. Ну что, главное эффектно начать. Сейчас я чувствую, получу, по шее от шеф-повара скажешь, зачем ты мне кончик ножа тупишь? Нет? Уже затупила. Все, я аккуратно. Уже должна. Уже сразу. Еще ничего не начали делать, уже должна, да. Готовим нормально руками. Да, ничего не вытираем. Хорошо. Ты будешь болтать. С чего начать, друзья мои? Так, давайте поймем сразу же, кто что умеет. Я все. Кто дружит с ножом. Я умею потрясающе есть. А, я думал, все. Он у вас будет на финальной стадии вступать. При всем при этом, нет, ну, все зависели, знают, что несколько лет назад я вел кулинарную программу, поэтому, если что, я буду помогать. Хорошо. Ты тогда, Илья, разбиваешь яйца. Сколько? Пять штук. Разбиваем. Пять яиц, да. Умеешь? Нет, сейчас попробую. Давай. Здесь в порядке. Так, есть. Пошло, шоу. А мне нравится эта рубрика. Теперь шоу, у тебя ведро внизу. У тебя ведро внизу. Давай я тебе покажу. Не сильно. Давай. Ты просто чуть-чуть, как будто как вареное яйцо. Понимаешь, как ты разбиваешь? Вы смотрите, вы записываете, да? Понимаешь, как у него круто это получается. Понял, ты как вареное яйцо, аккуратно. Смотри. А? Соль. Умеешь? Вот, Дим, сразу вопрос, в чем прелесть соли в мельничке? Я обожаю соль из мельницы. Это эстетически красиво. Это звук, этот же звук красивый. Вы знаете, дорогие наши зрители, что никакого особого смысла в этом нет. Просто красиво. А ты думала, есть, да? Слушай, ну есть же соль, когда нажимаешь кнопочку, и у нас сам отверстие. У меня это гонит. Нет, вот. Все руками надо делать. Давай, достаточно? Сколько соли? Достаточно. Достаточно. Я всегда буду пересариваться. Черный перец. Черный перец. Хорошо. Вот это я люблю. Достаточно. Это я люблю. Пожалуйста. Все. Да. На край. Так, мы тогда с тобой порежем вяленые помидоры. Так. А вначале бузилик. Дим, ну вот скажи, можно же делать помидоры самостоятельно? Я даже знаю, кто их делает самостоятельно. Я делаю. Есть такие красивые девочки, которые умеют сами это делать. Ты самостоятельно делаешь помидоры? Да, вяленые. Да. Потому что вообще они, на самом деле, довольно-таки дорогие. Дим, сколько помидоров нам надо? Я думаю, штучки еще один возьмите. Еще один, да? Да. Тоненькими полосочками? Да, тонкими полосочками режем. А есть какой-то специальный способ, как круче сбить, если ты это делаешь вручную? Можно я покажу? Пожалуйста. Давай. А ты как делал? А ты сделай, как будто ты разбиваешь его и поднимаешь его. Разбиваешь и поднимаешь. Секретик, да? Ничего страшного. Забрасываю. Здесь у нас рукава, мангольд и что-то еще, да? Да, еще что-то. На следующем масле очень вкусно получается. Температуру берем среднюю. Масло ни в коем разе не должно пригорать у нас. Горит уже, когда такой запах неприятный и черный. Коричневый. Да, и коричневый. Ни в коем разе нельзя это делать. Поэтому готовим на среднем огне. Мне нужна соль, Илья. Соль. Легко. О, я думаю, что давай, Илья, вначале поперчим только, потому что соль, да, нам даст сок, мы лучше, сейчас уже почти будет готово когда-то. Останавливай меня, Анька, да? Как только вы посолили и залили салат оливковым маслом или просто маслом, он начинает так вот вянуть, вянуть, вянуть. Поэтому если вы хотите, чтобы к приходу, например, гостей или любимого мужа, либо жены, и у вас все было такое вот хрустящее, извинящее, то солить нужно в самый-самый последний момент. И перемешивать лучше вот так вот двумя приборами. Ложечкой и вилочкой. А это правильно, Дим, у меня вопрос, ложечкой и вилочкой? Есть же специальные щипочки для этого. Ну, деревянные лопатки, да много сейчас гаджетов, на самом деле. Да, но если специальных нету, да? Да, это вы уже сами смотрите, как вам нравится. Ну, и омлет нужно... Обратите внимание, да, он его перемешивает. Я всегда заливаю омлет, и все. Что омлет нужно перемешивать постоянно, я тоже и ухожу. Ну, нет, 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 это омлет болтуния, французский. Сейчас посмотрим, где наш сыр вкусный. Так, вот здесь. Передаем. Сюда мы теперь выкладываем сыр. По центру, да? Да. Он начинает сразу плавиться. Да, он начинает плавиться. Аня, тарелка. Готовый. Моя любимая команда дома всегда. Мойте руки, идите за стол. Вот в детстве я обожал эту команду. Опаньки. Сделаем красивый ход базилика. Как красиво. Класс. В принципе, сыр с базиликом и с вялеными помидорами. Я знаю, что я буду готовить в мужу ближайший завтрак. Все. Ну что? Нож, вилка. Легким движением руки. Тадам! Сильвупле, господа. Я не знаю, как мой акцент французский, но омлет, мне кажется... Главное, чтобы у нас получился омлет. Дим, ну ты же не голодный, правда? Нет. Значит, ты пробуешь с этой стороны, я сыр. Самое интересное, что шеф-порт всегда говорит, что он не голодный. Ему, мне кажется, важнее всего, чтобы клиенты или друзья остались. Обязательно помидор и базилик. Должно все в сочетании быть. Это, знаете, это волшебно. Это непередаваемо. Дим, это самый лучший омлет я в своей жизни. Ем прямо сейчас. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Рад был, что вам понравилось. Друзья, это лучшая рубрика в нашей программе. Мы не можем больше говорить. Мы говорим Диме большое спасибо. А вы просыпайтесь и начинайте завтрак. Не уходите, мы сейчас с вами увидимся. Пять минут, дайте поесть.